Я очень рад вас видеть здесь у нас в Мытищах, так как из округа Дюран от наших друзей достаточно много приезжает делегации, мы часто к вам ездим в гости. С таких слов приветствия начал встречу с немецкими врачами Виктор Азаров. Медики из Дюрана, города-партнера Мытищ, с которыми мы дружим уже 7 лет, приехали к нам с ответным визитом. Гостям из Германии показали сосудистый центр и другие отделения клинической больницы. Первым делом иностранцы поблагодарили за сотрудничество и возможность посетить Россию. За свой однодневный визит они успели сделать главные выводы. Мы были поражены очень хорошим техническим оснащением отделения, и я бы не сказал, что наши возможности и условия сильно отличаются. Я не заметил кардинальных отличий в нашей работе. Херман Рот в Россию приехал впервые и был приятно удивлен не только уровнем медицинского обслуживания, но и условиями жизни россиян. Особенно впечатлило гостей развитие городской среды. Сильное впечатление на нас произвели высокие дома. И в этом вопросе очень отличается наш с вами образ жизни. Многоэтажное строительство удивило своими масштабами. Мытища по сравнению с Дюраном – очень большой город, с большим количеством жителей. В составе делегации бывший россиянин Александр Дзивеев. 20 лет назад он переехал в Германию и с тех пор работает в больнице города Дюрин. Для него и его коллег эта поездка подарила много позитивных впечатлений. Мы летели сюда аэрофлотом, не люфганзой. Я им сказал, что мы едем в Россию, и раз мы едем в Россию, то у нас будет все по-русски. То есть мы полетим аэрофлотом, и жить здесь будем, и пойдем в больницу российскую. То есть все будет по-русски. То есть вы должны это увидеть, как это на самом деле. Потому что то, что мы видим там, о России, то, что мы видим здесь, в России, это совершенно разные вещи. То есть смотря на дом, нельзя сказать, что находится внутри этого дома. И когда ты видишь это живьем, как это на самом деле выглядит, то это, можно сказать, небо и земля. То есть если сравнивать то, что мы видим там, о России, через средства массовой информации или что-то еще, и что они узидели здесь живьем, это отличается просто кардинально, и в этом плане они очень приятно удивлены. Но прежде всего Александр отметил, что за два десятка лет в российской медицине произошел большой прорыв. Технически всегда в России оперировали хорошо. Я могу сказать, что технически делали операцию. Несмотря на нехватку инструментов, несмотря на нехватку шовного материала, каких-то диагностических мероприятий или что-то еще. Все это я застал еще 20 лет назад. Конечно, уровень медицины поднялся на очень высокий уровень. И можно сказать, что есть многие центры в России, которые не уступают, а даже во многом что-то и превосходят центры, находящиеся в Европе. После обмена впечатлениями состоялся традиционный обмен подарками. А в завершении встречи глава округа Виктор Азаров попросил передать привет своему коллеге, главе округа Дюрен, господину Шпельдхану. В 2017-м он приезжал в Мытище на подписание очередного соглашения о сотрудничестве. Мне приятно, что на протяжении уже 7 лет мы продолжаем сотрудничество. Причем сотрудничество, как ни странно, с городским округом Дюрен, с Германией, оно более активно развивается, чем с многими нашими ближайшими странами, так будем говорить. Причем по всем направлениям. И это ежегодно у нас идет контакт, общение. У нас молодежь очень активно общается по спорту, по образованию. Ну а теперь такой достаточно высокий профессиональный уровень – это медицина. Вот надо эту практику продолжать и подтягиваться к ведущим европейским странам по уровню медицинских услуг. В ближайшее время в Германию отправится очередная делегация мытищинских школьников, а затем дюренские ребята приедут к нам. Юлия Федорененко, Константин Бондаренко, информационная программа «День».